Добрый день, мы в студии Укрлайф ТВ, я Андрей Метлев и с удовольствием представляю вам следующего гостя Владимир Лепкан, доктор физических наук. Владимир, приветствуем. Добрый день. И замечательный повод у нас есть такой информационный, как говорится, вот что-то там о информационном же сайте и ресурсе даже миротворец. Говорят, что его вроде бы как сейчас подвергли наконец-то какой-то критике справедливой со стороны западных медиа. Первый вопрос, насколько все это вписывается в правовую, даже не парадигму, в какие-то измерения этико-правовые, существование такого сайта, ну и другого сайта тоже о нем поговорим. Спасибо за вопрос. Прежде всего я хотел бы поблагодарить вас за возможность сегодня присутствовать на этом эфире, потому что не на всех каналах можно выразить противоположную журналистской точки зрения. И с чем это связано? Прежде всего я считаю, что за долгие годы Украины, в Украине никак не сформировано информационное законодательство. Прежде всего не урегулированы правовые отношения в сфере деятельности журналистов. Именно поэтому журналисты, гордо возомнив и назвав себя четвертой властью, они привыкли лишь говорить о своих правах, но они забывают о четкой дихотомии, что права всегда связаны с обязанностями, а обязанность, она имеет под собой ответственность. Так вот обязанность каждого украинского журналиста, украинского подчеркиваю, гражданина Украины любить свою страну. Обязанность каждого украинского журналиста, освещая те или иные события, понимать, что он работает на Украину. Мы прекрасно понимаем, что основным критерием оценки журналистской деятельности является эффективность, изюминка его репортажа. А большинство изюминок, к сожалению, измеряется частотностью, поширением и коэффициентом GRP. Именно поэтому каждый журналист гонится за сенсацией. Сенсацией никогда не будет, если мы будем вести репортаж из ДНР о работе, допустим, хлебного завода по производству булочек. Но обязательно будет сенсация, если мы покажем о том, как кто-то кого-то казнит, мы покажем смерть, мы покажем кровь. Это всем интересно, это привлекает, это показывают, к сожалению, показатели на многих телеканалах. Поэтому вопрос сегодня кроется по сайту Миротворец. Он возник, и я отчасти согласен с Арсеном Аваковым о том, что он сказал, что вопрос кроется именно в том, как украинские журналисты отреагировали. Я думаю, вопрос здесь глубже. Вопрос в том, что мы должны сегодня сформировать эффективное законодательство, которое бы создало четкие правила. И любой украинский журналист знал, что если он едет на оккупированную территорию, он несет такую-то ответственность. Или не несет. Как он может освещать репортажи? Что он может в своих репортажах говорить? Потому что на сегодняшний момент однозначно обвинять журналистов в том, что они имеют аккредитацию, можно абсолютно точно с одной правовой точки зрения. В Украине организации ЛНР и ДНР признаны террористическими. Поэтому любой человек, получивший аккредитацию в терроризме и освещающий деятельность террористической организации, является пособником в пропаганде терроризма. Это сугубо правовой подход. Аккредитация в терроризме такая оговорка, но тем не менее, конечно, человек, который, скажем, человек такой Куликов, вот Андрей, да? Ну, а Сетеви же великолепная программа, мы не будем рекламировать, но все же ее смотрят. Наверное. И он же туда тоже съездил, вот съездил, а потом были у него всякие вопросы, наверное, были. Ну, он приходил к нам тоже, рассказывал, насколько все это было и необходимо даже. Вот как вы относитесь к тем, может быть, журналистам, которые там уже побывали, но они достаточно известны у нас, и которые, ну, как-то продолжают работать в СМИ, в медиа. То есть, какая-то, скажем, правовая основа их вообще жизни, да, здесь, вот в стране, после того, как они побывали там. В чем кроется вообще суть проблемы, на мой взгляд? Прежде всего, мы не научились вести диалог. Недавняя передача по Шустеру, она продемонстрировала, что... Смотрите, голодовка Шустера, которая прекратилась резко после того, как президент Джим разрешил все-таки снова продолжать его. Вот смотрите, президент разрешил, президент не разрешил. Вот пока мы будем жить в системе координат, что какой-то дядя какое-то решение принимает, не на основании закона, а на основании своего решения, мы дальше будем продолжать решать вопросы не в пользу государства. Я человек государственный, я не занимаю ничью позицию, никакого лица. Вот с точки зрения государства, для меня журналист, который освещает те или иные события, он должен быть объективен, беспристрастен. Коль скоро 4 тысячи журналистов, попавшие сегодня в интернет, говорят о том, что... На сайт Миротворец, да? Да, да, около 4 тысяч, да, на сайт Миротворец, это такая вот информация прозвучала. То есть мы не говорим о том, что на сайте трибунала около 7 тысяч. Мы не говорим о том, что, вернее, говорим о том, что эти журналисты добровольно, осознанно, сознательно, понимая, кому они дают эту информацию, они передали ее в ЛНР. То есть все их данные, любой гражданин, который пребывает на территории подконтрольно-террористическим организациям, он имеет доступ к этой информации. Потому, если говорить изначально, то сама вся шумиха завязалась, потому что были неправильно журналистами употреблены многие термины. Прежде всего, я вот взял закон специально о защите персональных данных, я хотел бы сказать, что если подходить сугубо по букве закона, то ни сайт Миротворец, ни Антон Герасченко, ни Арсен Аваков, которым были огромные претензии со стороны депутатов, и все то шоу, которое было устроено на Шустер ТВ, оно показало отсутствие беспристрастности. Если бы я проводил эту передачу, я бы пригласил нескольких журналистов, данные которых опубликовали, которые были в ЛНР, которые сделали там репортажи. Я бы пригласил тех добровольцев из АТО, которые пользовались базой Миротворец, я бы пригласил людей, которые за и против, мы создали бы дискуссию. А так выглядело таким образом, что сначала идет манипулятивная картинка Шустера о 95%, вдумайтесь в цифру, 95% украинцев якобы хотят знать, что происходит в ЛНР и в ДНР. Я не думаю, что эта информация является правдивой. Я не могу подвергать сомнению те цифры, которые говорит Шустер, но та выборка тех людей, которые там были, вряд ли 95% интересуются, что происходит в террористических организациях. Вряд ли граждане Израиля интересуются, что происходит в Хизбалле, а граждане США Мичигана интересуются, что делает Талибан или ИГИЛ. Терроризм, он имеет свою юридическую и правовую оценку. Если подходить по закону о защите персональных данных, разглашенная информация, что было разглашено, фамилия, имя, телефон и электронный адрес, все. Но почтового адреса не было. И фотографии какие-то. Не все. Не все. Опять же, если говорить о фотографиях, все журналисты ведут репортажи, все журналисты дают свои визитки, все журналисты на камеру имеют свои титры. Журналистов найти абсолютно несложно. То, что здесь журналисты подняли вот такой шум, они фактически, если говорить юридическим языком, злоупотребляют служебным положением, потому что они имеют доступ к камерам. Я пришел благодаря тому, что вы пригласили. А простой человек, чьи права, допустим, нарушены. Берем простой пример. Почему все забыли о том, что благодаря опубликованию базы данных сотрудников Беркута и милиции, во время событий, которые называются у нас революция достоинства, у нас были убиты, умышленно убиты сотрудники милиции. Потому что их данные были опубликованы на сайтах. Почему об этом все забыли? А напомните, это произошло. Во время убили в Голосеевском районе, убили сотрудника милиции. Сотрудников Беркута на каком основании данные их опубликовали? Если сегодня взять... Это сразу после Майдана, да? Это во время Майдана было. Во время Майдана активисты снимали шлемы. Для чего? Сотрудники Беркута на тот момент были наиболее подготовлены силой, которые способны были полностью отразить все сепаратистские наклоны и все сепаратистские движения, которые были по всей стране. Количество, подготовка, уровень и так далее. Являясь органом исполнительной власти, когда сотруднику дают приказ о том, что ты должен исполнять, охранить общественный порядок, он не может сказать, вы знаете, я не могу, потому что вот граждане, которые здесь стоят, предъявляют законные требования. Вопрос стоит к власти. Поэтому мы сегодня начали неправильную политику двойных стандартов. И вот эти стандарты, пока мы не проведем компромисс, пока не выйдут люди и не скажут единение через прощение, это моя формула, мы должны простить и майдановцев, и мы должны простить и милиционеров. Почему сегодня вот в Евросоюзе, я недавно в Европе был, я задавал депутатам вопрос, и они задают вопрос, ведутся ли сегодня уголовные дела против погибших сотрудников милиции? Ответ нет. А как? Они что, они сыны Украины? Да, может быть кто-то ошибся, но мы должны сегодня понимать, что пока мы не восстановим историческую справедливость, то вот эти вот журналисты и другие категории представителей общественных отношений, они постоянно будут бороться за какие-то свои отдельные права, забывая, что есть интересы государства. Теперь дальше задаем вопрос, в интересах ли государства сегодня этот конфликт? Что мы сегодня получили на выходе, исходя из кибернетики? А, мы получили фактически дискредитацию волонтеров, потому что сказали, что все, что делали волонтеры, это антизаконно. Люди, которые, кто такой волонтер, человек, который на добровольной основе, безоплатной основе, тратя свое свободное личное время, рабочее и свои ресурсы, создает благо во имя других людей. Он создает благо. Поэтому, когда начали задаваться вопросы некоторыми должностными листами, а что бы было, если бы хакеры взломали базу данных США? Вопрос. А как можно базу данных США сравнивать с базой данной террористической организации? Так что, хакеры, которые, допустим, работают в США и взламывают базы анонимуса, они тоже преступники? Ну, сноудены преследуются, как-то чуть-чуть, да? Ну, понимаете, вот это мы возвращаемся, опять же, в правовую плоскость постоянно. Кто такой журналист? Журналист – это человек, который занимается журналистской деятельностью. Журналистская деятельность – это что? Сбор, обработка информации, предоставление определенных форм и видеорепортажей, все в соответствии с политикой своего канала. Но есть еще и третье – это незаконная информационная деятельность, которая называется и имеет себя разведывательная, контрразведывательная и оперативно-розыскная деятельность. Давайте я вам приведу простой пример. Мы ведем репортаж с какого-то конкретного блокпоста и говорим, мы пребываем на таком-то блокпосту, такая-то координата, такая-то частота, здесь всего четыре бойца, они вооружены всего лишь автоматическим оружием, у них всего два запаса автомата, это следующий кортеж приедет, которым привезет обмундирование и пропитание через несколько дней и так далее, после этого журналисты уезжают, блокпост уничтожает сарасянами моментально. Это и называется пособничество террористам. Но таких случаев я не припомню, может быть. Правильно, вы не припомните, потому что на сегодняшний момент служебобезопасности Украины ведет соответствующее расследование. Почему были опубликованы эти базы данных? Это только начало. В этих базах данных есть фотографии того, как те, кто называют себя украинскими журналистами, стреляют, типа Пореченкова, по украинским вооруженным силам. Ради забавы. Но они, так сказать, российские актеры, это любит Пореченкова, да? Я говорю по типу Пореченкова. А, по типу. Да. Запутался, что это значит. Да, да, да. Далее, эти же люди награждены представителями... Нет, нет, нет. Россияне, они действуют по законодательству своей страны. На территории нашей страны любой россиянин, принимающий участие в незаконной деятельности терроризма, он квалифицируется нами как участник незаконных вооруженных формирований и подлежит ликвидации. Поэтому, если мы говорим об украинских журналистах, то если украинский журналист получает награду, можете себе представить, допустим, что глава ИГИЛ вручает награду журналисту СНН за то, что тот хорошо осветил, как отрезали головы британским солдатам. Давайте представим другую ситуацию. Норд-Ост. И звонят чеченцы, говорят, уважаемые журналисты, РТР, ОРТ и других каналов, заходите, мы сейчас будем отрезать голову, убивать и так далее, вы снимайте, пожалуйста, все. Журналисты же должны идти, судя по тем комментариям, которые были у Шустера, журналистов, и те, которые в социальных сетях, мы же должны за правду. Так вот, есть грань между правой и свободой слова и национальными интересами. Есть грань, и вот, к сожалению, эта грань, почему сегодня нарушена журналистами, может, не всегда осознана, потому что нет нормативного правого акта. Именно сегодня об этом идет речь. Мы должны сегодня четко выписать, что такое конструктивный, что такое деструктивный контент. Каким образом журналисты должны освещать те или иные события. Ведь у того же Шустера почему-то не позвонили, не сделали официальный запрос в СНН и не спросили. Скажите, пожалуйста, в рамках свободы слова, достоверности, объективности, каким образом вы освещаете деятельность ИГИЛ? Вы внедряете туда своих журналистов, вы платите внедренным агентам, получаете от них информацию, обнародуете ее под рубрикой No Comment или из компетентных источников. То есть какая-то должна быть логика. А сегодня получилось и избиение, сегодня получилось простое информационное нападение на тех людей, которые выложили. Притом на основании закона Украины, я подчеркиваю, здесь четко указаны субъекты правоотношений. Так вот субъектами этих правоотношений является субъект персональных данных. Сайт Миротворец не является субъектом персональных данных. Субъектом персональных данных являются журналисты, которые добровольно дали, осознавая, что ЛНР, ДНР, террористическая организация, туда свои данные, и которые понимают ответственность и условия, которые они получат в Украине. Дальше. Владелец персональных данных кто? Это не сайт Миротворец. По закону статьи А4 о защите персональных данных, владельцем персональных данных является террористическая организация ЛНР, ДНР. Поэтому к сайту Миротворца вопросов нет. Распорядник, распорядитель персональных данных то же самое. Распорядителем персональных данных являются ЛНР, ДНР и третье лицо. Третье лицо это любое лицо, кроме субъекта персональных данных, владельца и распорядителя, которым владельцем или распорядителем осуществляется передача персональных данных. То есть, исходя из логики закона, все претензии украинских журналистов по поводу их персональных данных должны быть предъявлены в ЛНР и ДНР. а не сайту Миротворец. Но ведь на сайте Миротворец, Владимир, некоторые данные публиковались, насколько я могу судить, еще и по, ну, как бы сказать, помягче, по какой-то информации, которую получили фундаторы сайта Миротворец, то есть, может, это в форуме разведданных или какого-то доноса, или какого-то сообщения. То есть, все ли люди, которые там публикованы, вот настолько они уже зловредные журналисты, которые там побывали на неконтролируемых территориях? Ну, туда же попало 4 тысячи, вы сказали, человек. Не только журналисты. Ну, не я сказал, там написано на сайте, да. Вопрос в чем? Кто туда попадает? Это же могут быть совершенно какие-то случайные люди, там, не знаю, вот вы попали, я попал, кто-то еще попал. Ну да, могут быть, не факт. Для этого... И что дальше? Как дальше жить? Хорошо, если мы на сайте Укрлайф, напишем Андрей Метлев, будущий президент Украины. Прекрасная мысль. Президент, не президент, мы не знаем. Мало ли что пишет сайт. Если люди считают, что их в чем-то оскорбили, у нас есть правовая процедура, они подают в суд, и суд, проверив аргументы стороны, позывача, истца, он своим решением выносит приговор, и решением суда миротворец удаляет информацию с своего сайта. Есть правовая процедура, она четко прописана, но опять же, я еще раз оглашу, что в соответствии с законом о персональных данных сайт миротворец никаким образом не связан с персональными данными. То, что размещено на этом сайте, это сведения, и при том я могу сказать, что мы сегодня все говорим о государстве, но мы забываем о том, что у нас еще создана негосударственная система безопасности. Я в свое время, в начале 2000-х годов, разработал концепцию негосударственного обеспечения национальной безопасности. Так вот, в рамках политики национальной безопасности есть органы, на которых возложена функция проведения разведывательной, контрразведывательной оперативно-засскной деятельности, а также есть негосударственные субъекты, которые проводят информационную деятельность в целях реализации политики национальной безопасности. Поэтому, если говорить более простым языком, те люди, которые работают на волонтеры, работают на сайт миротворец и предоставляют туда информацию, они реализуют политику национальной безопасности веренными ресурсами, методами, которые у них есть. Поэтому, давайте, я задам другой вопрос. Назовем их волонтерами, я понял это слово. Информационный волонтер, то есть человек, осуществляющий добровольно, без оплаты определенную деятельность в целях третьих лиц в сфере информации. Вопрос, может, я вам задам вопрос, как вот... Я нужный ответ. Было такое, знаете, когда в истории города Венеции, даже государства Венеции, там просто каждый мог в такой специальный ящичек бросить, называлось, тоже, волонтерство какое-то, донос на своего гражданина, и тут же его там хватал этот совет, и даже какая-то книжка есть, Фенимора Купера, кажется, и не только... Смотрите, примеры. Браво, или там как-то называется, вот что с этим делать? Примеры, да. Примеры. Доносительство, это же в России такое, что цивилизованной Европе это есть, да вы там говорите? Согласен. В Америке, кстати, как с этим? Это же тоже приветствуется, Абсолютно. Почему все молчат? В Америке это приветствуется, за это платят деньги. В Германии приветствуются, за это платят деньги. У нас люди на своих ресурсах делают, при том, что я хочу еще раз подчеркнуть, никто не говорит о пособничестве, никто ни одного журналиста с вот этого сайта не назвал террористом. Там было написано о том, что люди, передавшие эту информацию, они передали ее террористическим организациям. Это факт, это факт, потому что у нас есть постановление Кабинета Министров, о котором четко определяет, или Верховная Рада, сейчас не могу точно вспомнить, но четко определяет ЛНР, ДНР террористическими организациями. Давайте вопрос немножко отвлеченный. Совсем недавно я смотрел передачу «Схемы», есть такая интересная передача «Схемы», которая освещает якобы вопросы борьбы с коррупцией. У меня вопрос такой, когда летит квадрокоптер над дачей, или, скажем так, жилым помещением главы службы внешней разведки, это не является вообще разглашением государственной тайны. Для меня, допустим, разместить данные какого-то журналиста и показать, где живет глава службы внешней разведки, как у него расположены посты охраны, какие у него комнаты и так далее. Ведь для любого, скажем, нормального специалиста в IT-технологиях и информационно-телекоммуникационных системах наличие вот этого дома дает уже полную развернутую картину, каким образом и где, и как проводить любые мероприятия, включая применение психотронного оружия к нашему главе службы внешней разведки. Об этом очень много писал еще Коржаков в свое время по поводу применения этого оружия американцами против Ельцера. У него великолепная книжка, где он писал и о том, в частности, что он даже свою жену ему хотели отомстить, потому что он вовремя отомстил, он предотвратил воздействие на Ельцина. Ельцин время бухал, что на него не действовало это оружие психотронное, наверное, американское. Я не хочу говорить об этих историях. Борис Ельцин является исторической фигурой и какие-то личные слабости человека не повлияли. Тем более сейчас, когда центр Ельцина построен, там какой-то гигантский очень его... Это правильно. Мы должны чтить своих президентов и понимать, что все равно хотим мы этого, не хотим. Это наша история. Но это не наш президент, это просто так, к слову, что мы своих тоже... Президента России. Да, да, да. Поэтому для меня, допустим, программа схемы. Берем другой вариант. Та же программа схемы. В течение нескольких дней стоит около управления Службы безопасности Украины. После этого журналист, подбегая к каждому, тычет камеру в лицо и спрашивает, а вы работаете в СБУ? После этого за каждым идет камера, снимает, в какой машине он едет и так далее. Фактически я позвонил своим коллегам ФБР и говорю, уважаемый, а если вот у вас я стоял с телекамерой и снимал, на каких оперативных машинах вы ездите? Почему на одной и той же машине в течение дня 10 разных номеров? Почему вы одежду меняете то с усами, то без усов и так далее? они ответили, что в принципе в течение 5-10 минут люди были бы просто задержаны. А дальше уже вопрос только... Поэтому понимаете, вопрос в чем? Нельзя вот увлекаться погоней за рейтингами. Делая репортаж, надо понимать, вы журналисты, и я вот ходил на курсы мастеров политикал менеджмент, который Раимов проводит, он тоже приводил очень много известных высказываний журналистов, там было четко сказано, вы освещаете информацию, вы просто констатируете факт. Как только вы начинаете комментировать, анализировать, принимать в чью-то сторону, вы уже не журналист. Нарушаете этику. Вот что случилось с Айвиком Шустером? Он нарушил журналистскую этику. Он начал с наезда, он начал употреблять лексику типа слов по носу. Обижал же Антона Герасченко он очень, да? Именно. Вопрос не в обиде, вопрос журналистской этики. Поэтому и голодал потом. Ну, наверное, да. Наверное, сильно переживал. Но это он такая эпитимия, наложил на себя такой, может быть... Скорее всего. Поэтому если... Наказание такое. Да, поэтому если... Вопрос, это очень точный такой вопрос, потому что немножко, не то что смешиваем, но мы идем таким потоком, мощным, горлящим потоком. Потому что, да, одно дело журналисты, другое дело разведчики, шпионы и так далее. Но вот простой вопрос, как вы думаете, на основании тех данных, которые публикованы на сайте Миротворец, не по отношению даже к журналистам, но к каким-то гражданам Украины, гражданам, да, которые, я не знаю, попали на этот сайт, не знаю уж как попали, может быть, благодаря тем волонтерам, о которых вы говорите, какие-то дела были возбуждены и кто-то может быть уже даже и сидит. Вот я думаю, что мы должны четко провести грань. А, журналисты, у вас есть аккредитация, вы говорите, что вы хотите освещать подробную информацию. Покажите свои репортажи о незаконной деятельности террористической организации. То есть эффективность вашей аккредитации в ЛНР, чтобы мы действительно поняли, что да, действительно, вы для Украины показываете, как там живут люди. И то же самое эффективность с сайта. Я с вами абсолютно согласен. Для того, чтобы мы не обвиняли волонтеров огульно, они должны показать эффективность. Да, вот наша информация, вот эта информация была реализована в таком-то уголовном деле, вот обвинительный приговор. Я думаю, ваше предложение прекрасное. Нет, это вопрос, я просто не знаю, может быть, где надо последить. это предложение, я как юрист абсолютно не поддерживаю. Предложение волонтерам. Все должно быть прозрачно. Мы не должны людей делить на журналисты, волонтеры, миротворец или замминистра информационной политики. Мы должны четко понимать, мы одно общество. Мы работаем на процветание нашей страны. У каждого разное видение. Но мы же не можем говорить о том, что завтра придет Трамп, и он подпишет мировую с ИГИЛом. Мы прекрасно понимаем, придет Трамп, придет племянник Буша, придет еще жена Клинтона, Хиллари, конечно. Хиллари Клинтон. Никогда не будет изменения в формате борьбы с терроризмом. Изменения будут в интенсивности методов. Все. Так вот и здесь. Мы должны четко понимать, что журналисты, волонтеры, наше общество, мы все одна команда. Мы все одно общество. Мы все один класс. И мы не должны ругаться. Обычный информационный повод. А представьте, как в России обрадовались. Губарев на следующий день написал на своей передаче «Браво! Украинский миротворец закрыт, а наш трибунал продолжает работать». Я тоже читал, не знаю, сколько это Губарев, но это может какой-то фейк или это в самом деле может... Может. Если сравнить с этого сайта, вы сказали, что там гораздо больше людей на трибунале, да? Или как-то количество... На трибунале около 7 тысяч. Да. 4 тысячи... Обождите. 4 тысячи это опубликованных. А вообще общее количество людей там 60 тысяч. 60 тысяч людей, по которым как бы работает миротворец и предоставляет информацию. Но дело в том, что там по правилам сайта миротворца я их точно не изучал, но там вы не просто позвонили и сказали, что, допустим, Андрей Метлев ведет передачи на русском, Владимир Лепкан на русском, это сепаратист. Да. Нет. Там идет четкая привязка к определенному событию в интернете. То есть там есть целый ряд правил, которые установили модераторы этого сайта, потому там не просто так... Смотрите, модераторы решают, кого разместить все-таки, кого нет. Какой-то критерий у них в руках. Кто эти люди? Ну, кроме как вот Антона Герасченко продвигает... А вы вот не думаете, что как раз уголовное дело направлено было на то, чтобы выяснить, кто эти люди и потом ими манипулировать? Мы опять же говорим о свободе слова. Как юрист вы так сразу... Абсолютно верно. Но мне понравилось... Волонтерство как раз в этом и состоит. Если мы получаем анонимную информацию о определенных боевиках, там ИГИЛ, Талибан или так далее, мы что, будем всему миру говорить? Я вам приведу другой пример, который нам приводил Евгений Киселев, когда вел лекции. Он говорил о том, что в свое время американский журналист CNN нашел диск с вот этими казнями в Гуантанаме, вот эти... Когда иракцев пытали и издевались. Пытками, пытками. Казней там не было, да? Отдать этот диск, получить миллионный гонорар или все-таки понять, что это повлечет большие последствия? Как журналист, в нем сработало первое. А. Рейтинг. Б. Имя. В. Гонорар. Что получила американская армия? Американские солдаты на тот момент, пребывающие в армии, они не смотрели телевизор и они не знали, что местное население уже знает о пытках. И американские солдаты, когда ходили в город, им перерезали горло. Да ладно, это же Гуантанамо, это же у нас Куба. Куда там такой город они ходили? Не-не-не, мы говорим про Ирак. Мы про Ирак. Я, значит, с Гуантанамо это другая история, про Ирак. Вот про Ирак Киселев приводил четкий пример. Это его пример. И он поэтому всегда, я с ним в этом плане абсолютно согласен, что журналист должен нести ответственность. Когда журналист делает свой репортаж, это одно. Когда журналист своими действиями, своими репортажами подрывает основы национальной безопасности, основы конституционного строя, это не журналист. Ну хорошо, по Кацабе, как бы вы прокомментировали решение суда, все-таки ему дали не 13 лет, слава богу, а 3 года. Не совсем, не совсем знает дело. А, ну ладно, это просто журналист, который тоже выступил, ну как-то его в конце концов обвинили в том, что он не был, слава богу, не был он там сотрудником, каким-то шпионом и кем-то еще, но тем не менее 3 года ему дали с половиной, кажется, за то, что он таки выступал с какими-то призывами, которые были направлены может быть даже на срыв мобилизации. Смотрите, я слушал сегодня, я вспомнил, да, я как раз сегодня слушал выступление его адвоката Монтян. Да, она что-то выступила с таким... Она выступила, да, но я скажу одно, что есть буква закона, а есть дух закона. По букве закона у нас был совершен революция достоинства. Вопрос, правильно? На который история даст ответ, но по духу закона. По духу закона, потому что любой философ, везде в любой философии написано, угнетенный народ имеет право на восстание. Есть природное право и позитивное. Вот если исходить из позитивного права, это одно, то, что говорит Монтян. Есть рациональное зерно. Если исходить из природного права... Это она в речи такое говорит, надо просто переслушать, я, может, еще... Она на третьей минуте своего выступления говорила о том, что существует режим военного времени, режим мирного времени, и в период мирного времени призыви о срыве мобилизации, они не имеют своего предмета, потому что сама мобилизация, она является незаконной ввиду того, что нет военного времени. Казуистика здесь юридическая. Но вот гениально. Вот в чем-то и вопрос. Даже взять сегодняшнюю ситуацию с некоторыми людьми, которые подают иск в Шевченковский суд по поводу признания российской агрессии и так далее. Есть понятие буква закона и дух закона. Мы должны четко понимать, что если мы завязнем в юридической казуистике и будем в соответствии с буквой закона подходить к каждому решению, мы просто увязнем в том, что мы ничего не добьемся. Мы сегодня не можем говорить о том, что правовая система Украины является не коллизионной. Поэтому для того, чтобы достичь успеха, я и разрабатываю теорию стратегических коммуникаций, которая является системным инструментарием. Правовые науки говорят одно, теория политики говорит второе, конспирология говорит третье, разведка говорит четвертое. И вот системный топ-менеджер, который сидит на уровне, он должен принимать вот эти решения. Как модератор этого сайта миротворец. Модератор сайта, президент Украины, понимаете? Ведь президент своим решением вернул Савика. Если исходить из буквы закона, какие вопросы были по закону? Какие вопросы к закону есть по поводу того, что кто-то может работать, кто-то не может? Просрочены были документы? Ну, вроде того, там никто же не показывал. Я историю точно не знаю, но почему я говорю, что вы правильно употребили термин, юридическая казуистика. Мы сегодня должны четко... Не термин, так сказать, образ. Мы говорить должны о морали. Дальше давайте я хочу затронуть маленький вопрос все-таки касательно реакции, реакции, во-первых, социальных сетей, во-вторых, министра информационной политики. Реакция его была как бы неоднозначная. И как по мне, мне кажется, и я считаю, что министр иностранных дел должен общаться со своими подчиненными не через Фейсбук, а должны быть решения. Иностранных дел или информационной политики? Информационной политики. Оговорка по Фрейду, да. Потому что в системе Страткома часть... Потому что за границей нам поможет, и все равно же там отсюда же дуют ветры, перемены. По поводу за границей, давайте я тоже вам ремарочку дам. Дело в том, что недалек тот час, когда будут вывешены те фотографии, когда иностранные журналисты вместе с представителями ЛНР, ДНР употребляют наркотики. О! Почему? Небось перевозили еще драг-дилер же эти, все иностранные журналисты. Везут и везут. Нормальные наркотики, кстати. Незабодяженные какие-то. Абсолютно верно. Но об этом Кива больше говорит. Мы тут как-то просто увлеклись. Нет, мы не увлеклись. Мы берем его сегментарный информационный контент и вставляем в свою глобальную проблему. Почему всплыла эта информация? Ведь то, что происходит, это обычный информационный повод, за которым уже люди, общество должно тоже подумать, а что там они делают. То есть совместно употребляли наркотики на неконтролируемой территории, да? Вот это как бы им сейчас можно и кремировать вполне. Да, это конечно, это первое. Продолжите, просто я вас переговорю, немножко там у вас интересные материалы подготовлены. Нет, 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 материала много. Допустим, вот я возьму еще одно. 12 мая Международная Европейская Федерация Журналистов, членом которой является независимая медиапрофспилка, подали информацию на платформу защиту журналистов Совета Европы, где они обращаются и говорят о том, что они обращались за аккредитацией к повстанцам на востоке Украины. А теперь давайте тема, о которой мало кто говорит в информационном пространстве. Когда у нас появились первые представители сил специальных операций в России и в Крыму, как СМИ их назвало? Зеленые человечки. Правильно. Да. Правильно. Это мем, который внедрился четко в мозг каждого человека. Я прочитал тоже сразу раз. Я, вот, видите, сработало. Я же специально ждал. Сработало, конечно, куда деться. Я был в Запорожье на презентации своего словаря, и я сделал эксперимент. Я говорю одному человеку, а как тебя зовут, Сережа? Я говорю, и вот наш Сереженька, милый маньячек, он убивает деточек, перерезает горло, и 30% публики смеялось. О чем это говорит? Внедрение термина «зеленый человечек» изначально способствовало торжественному, сказочно обаятельному восприятию сотрудников сил специальных операций, которые осуществили незаконную агрессию, которые нарушили конституционный строй и территориальную совостность Украины. Но там уже были еще и вежливые люди, помните? Правильно, СМИ способствовало этому. СМИ способствовало. Поэтому спец абсолютно верно. Запуская модные словечки, мы формируем отношения. Одно дело сказать, что это «зеленый человечек», второе сказать, что это каратели из России. Отношения разные. И поэтому, ведь если проанализировать того же Киселева, который является одним из, наверное, потомков Геббельса в России, то он-то употреблял именно фашисты, каратели, хунта, то есть это негативная лексика, негативные лексические приемы, использующиеся в коммуникации, для того, чтобы изначально сформировать к тому или иному лицу негативное отношение. Что сделал тот же Савик Шустер? Он сначала показал 95%, потом он подошел к Антону Гераченко и сказал, «У меня, в отличие от вас, опыта-то побольше». Когда Антон Гераченко начал что-то говорить, «Да не несите свой понос». То есть фактически были использованы... Нет, ну были... С Савиком, где Савик? Нужно в студию. Нет, нет, вопрос не с Савиком. Мы с Савиком когда-нибудь поговорим, конечно. Вопрос в манере, согласен. Признаю, я не прав, нельзя говорить о человеке. Немножко просто мы его пиарим, но это неплохо, когда человек имеет эфир и канал свой, и все у него. Почему пиарим? Потому что сегодня Савик Шустер единственный, кто провел прямой, большой эфир по миротворцу. Почему сегодня на канале ОТО один в программе дебаты этого не было сделано? В пятницу. Почему это? Это хороший вопрос. Почему СССР это не сделало? Поэтому вот сегодня, когда мы говорим, что журналисты террористические организации называют повстанцами, то это слово перекочевывает, а мы нашли исходник Нью-Йорка. Это на Западе, кажется, так называют. Rebels. Rebels, правильно. Так вот оно откуда перекочевывает? С Запада просачивается. Нет. А может... Нет. Инфильтруется просто. Они инфильтруют, Запад инфильтрует это оттуда. Дальше берем. Что я хотел бы еще сказать? Я разрабатываю ту же теорию стратегических коммуникаций. Что нужно было сделать? Первое, что нужно было сделать, это сформировать четкий терминологический инструментарий, которым журналисты должны описывать те или иные события. То есть четко сказать. Вот эта территория называется временно оккупировать территорию. Вот это называется террористическая организация. То, что вы снимаете, это называется так-то-так-то. И тогда журналисты понимали бы, как это описывать. Потому что для многих понятие АТО, зона АТО, район проведения АТО, это непонятно. Если взять закон Украины о борьбе с терроризмом, то там четко написано о методике и правилах информирования о терроризме. А сегодня у нас оперативный штаб в районе проведения АТО должен определять работу всех цифровых СМИ. Они должны были определить правила игры СМИ. Сегодня это не сделано. Именно поэтому журналисты, которые освещают на той территории для Украины репортажи, они вот и попадают в такие двоякие ситуации. Поэтому законодательно это надо урегулировать. Давайте мы сегодня поговорим также и о международных стандартах борьбы с терроризмом. А вот по международным стандартам четко написано воздерживаться от освещения деятельности террористических организаций. Вы на СНН можете увидеть, чтобы журналист СНН от главы ИГИЛа получил награду, курил с ним траву или, извините, занимался сексом с проститутками. Это все видео есть. Нет соглашений минских каких-то процессов. Нет же вот переговоров с террористами. Если переговоры иначе ведутся. Минские соглашения это тема отдельной передачи. Потому что в любых правоотношениях субъект есть, объект правоотношений. И это определяется прямыми нормами права. Является ли субъект годным к проведению правоотношений, уполномоченным. Отвечает ли это национальным интересам? Потому что право, используя инструментальный подход, обслуживает ту политическую элиту и ту политическую идеологию, которая есть в государстве. И поэтому, если право не отвечает национальным интересам, то право, назовем законом, а не право, то этот закон должен быть изменен. Вы тогда пытались изменить, когда в Конституции внести изменения, чтобы как-то слова другие стали люди использовать. Помните, когда поправочки не к основному телу, а какие-то подробности там были и не проголосовали, даже гранату кинули под Верховный Совет. Вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть изменения в Конституции для того, чтобы административно как бы Украина выглядела уже иначе даже. Всегда отложена. Но кто-то может собирается возвращаться? Дело в том... Как там называть придется? Все же быстро переназовется как бы. Дело в том, что опять же, для того, чтобы мы приходили к каким-то четким решениям, у нас есть целый комплекс отраслевых академий наук. Есть профессора, есть негосударственные организации. Ведь давайте посмотрим, что сегодня у нас, какие негосударственные организации присутствуют. Самые распиаренные, которые сидят на грантах. Институт памяти, я знаю, хороший. Национальная память, да. Да, национальная память. Да, институт национальной памяти. По-моему, со всем справляются люди. И даже немного как бы с запасом. Наверное, не могу давать оценку. Я выступаю за компромисс, я выступаю за консенсус. Для того, чтобы нам говорить, допустим, о той же федерализации, мы должны собрать людей, мы должны спросить граждан и прийти к какому-то решению. Опять же, мое четкое решение. Когда мы говорим о ЛНР, ДНР и так далее, почему в Голландии голосовали принимать Украину в ЕС или нет? Потому что голландцы решают, хотят они иметь украинцев с соседями или нет. Почему киевлян и львовян, черновчан, ужгородцев не спросят? О голландцах? Нет, о голландцах или об ЛНР и ДНР, если так это говорить. Поэтому, если мы говорим вот именно... Это же референдум, да, какой-то? Это был бы уже референдум. У нас в референдуме в стране давно не проводились, мне кажется, уже давненько. Хорошая идея. Вы же прекрасных несколько идей высказали. Вам нужно идти в законодатель. Давайте сейчас просто у нас замечательный такой темп, но все же есть как минимум два вопроса у меня. Ну, надо уточнить все-таки. Я понимаю, что ваша позиция, она скорее промиротворческая, в хорошем смысле, и во втором тоже юридическая. Вы так или иначе почти вот с документами, ну, так оно и есть, там ссылки на закон, доказали, что сайт «Миротворец» имеет право на существование по всем законам Украины. Абсолютно. И более того, он даже имеет некое, это вы тоже почти доказали сегодня, ну, мне я даже еще немного и в это поверю, какое-то моральное право на существование, потому что, ну, вот есть у этой морали такая жесткая подстилка из законов. То есть, вы за «Миротворец» и в этом смысле против нас, журналистов, хотя я сегодня здесь, вот не знаю, в качестве кого, вам оппонирую или так расспрашиваю вас, Владимир, добейте, пожалуйста, журналистов и все-таки, может, какое-то резюме в адрес этой, вот как там, пятой власти, четвертой. Четвертой, четвертой, да. Значит, никоим образом я не хотел добивать журналистов, никоим образом я не выступаю адвокатом ничьей стороны. Я адвокат государства, я этатист, я исповедую государственницкий подход. Когда я вижу, что не успел миротворец опубликовать данные через день, прокуратура возбуждает уголовное дело, с такой барьяностью они закрывали сайты ДНР, ЛНР. Извините. Дальше. Статья 14 четко сказано, что распространение персональных данных без согласия субъекта персональных данных, то есть, если мы берем, что, хотя я уже доказал, что сайт миротворец никоим образом не является субъектом данных правоотношений, но вот мы предположим, ведь не будут журналисты обращаться к ЛНР и ДНР и подавать на них в суд, что те не смогли уберечь информацию, хотя по закону они должны это туда делать, а не к сайту миротворец, то написано, что вот это распространение, оно разрешается в случаях и в интересах национальной безопасности, экономического благополучия и прав человека. А вот интерес национальной безопасности, он состоит в том, что это жизненно важные материальные духовные ценности, материального благополучия, процветания украинской нации. Потому что то, что делает миротворец, это делается во имя. Естественно, может быть на пути какие-то есть нарушения отдельных прав. Но это неравномерно может свести будет, но все-таки процветание, конечно. Вы понимаете, мы всегда стремимся к балансу. Идеал постольку и идеал, что мы его не можем достигнуть. Но когда мы принимаем четко одну сторону, ведь я тоже высказываю такое мнение, что давайте мы посмотрим, что говорят об этом в социальных сетях. Сколько процентов поддерживает кого? А так у нас получается, что... А вот ваш анализ какой все-таки поддерживает больше наш журналистов, чем вас, юристов? Так мы как пешеходы и автомобилисты разделились, но все же... Вы понимаете, вы же меня спрашиваете про анализ. Как у Савика Шустера 95%, так и у меня 97%. Но только наоборот, да? Естественно. Почему? Потому что вопрос даже не в том, вопрос... То есть ваши 95% не хотят знать, что творится там на неконтролируемых территориях? Мы говорим о другом. Мы говорим о манипулировании цифрами. Когда мы говорим о формировании общественного мнения, то мы должны понимать, что журналисты работают для людей. Вы работаете для людей, правильно? Ведь вы не работаете для себя, для меня, для коллег в студии, которые с нами сейчас сидят. Поэтому наша... Правильно, мы работаем для людей. Поэтому хотим мы, не хотим, мы должны к ним прислушиваться. Почему журналисты вечно бегают, снимают там их часы, туфли? Вот это у них манечка какая-то. Понимаете? Я не знаю, вот даже слов сейчас не могу подобрать. Поэтому сегодня... Ну, кстати, вот ясно. Тебе второй такой вопрос, чтобы тоже резюмировать, поделить, да? Замечательно возник сегодня такой даже не образ, а какой-то терминологический такой ряд, связанный с волонтерами, которые, ну, занимаются добровольным, ну, получается, доносительством. Да, вот. Волонтеры в информационной сфере, кажется, так их назвали. Вот с этим каким-то моральным аспектом тут тоже нужно... Дело в том, что... Что это за категория граждан? Вот как-то к ним нужно сейчас, не то, чтобы обратиться, но определить их поточнее юридически или как-то, может, морально? Юридически этого термина еще пока нет. Термин сначала формируется на основании нового сформировавшегося явления. Явление у нас какое? Можем ли мы представить, что бабушка из Германии будет шить носки, если, допустим, Россия или поляки нападут на Германию, а армия Бундестага будет спать? Вы говорите, что на Западе и в Америке явление такое есть. Правильно, но недоносительство это называется участие негосударственной системы безопасности в реализации политики национальной безопасности. Вот и все. Негосударственная система безопасности. Негосударственная, да. Во что мы все включены? Нон-стейт. Да, нон-стейт. Это аналитические центры, это неправительственные организации, это все граждане, которые не состоят на государственной службе. Ну и индивидуалы, фрилансеры, которые тоже могут спокойно ходить. Абсолютно верно. Сколько людей? Подстукивать. Мы все работаем на одно дело. Никто не говорит, что журналистам нужно сейчас что-то с ними делать, всех сажать, что это цензура. Никоим образом. Мы просто хотим а. навести порядок, б. мы хотим создать нормативную правовую базу, чтобы и сайт миротворец спокойно работал, и журналисты спокойно работали, и другие сайты, и люди знали, что. И главное, чтобы это явление вот этого негосударственного, там, я все время вот тут, то есть дальше. Негосударственная система безопасности. Вот оно тоже как бы нарастало, да, из-за того, что в нашей стране, оно как бы, ну, крепло. Я подготовил нормативный правоакт, но, к сожалению, пока в нашей стране он не применяется. А как он называться будет? Это как-то вот интересно. Пронодержавное забеспечение национальной безпеки. А также нами подготовлен нормативно-правовой акт о проприватной висковой корпорации. То есть то, что есть и законодательно закреплено во всех странах. Но там какая-то премиальная сетка вообще планируется? Или это все-таки не закон? Нет, если будет закон, то, естественно, будет премиальная сетка и будет вознаграждение. Допустим, вы должны понимать, что, к примеру, к адмиротворческий контингент, который расположен, допустим, натовский в определенных странах во время миссии, если он едет с одного места в другое, то их охраняет частная военная корпорация для того, чтобы переехать с одного пункта во второй. Поэтому частная... Я заинформирование, если говорить вот это. Раз проинформировал и получил какую-то небольшую премию. Ну, то есть вот такое возможно. Я думаю, этот вопрос надо изучать, потому что в таком случае мы можем как раз скатиться к доносительству. И нам нужно будет огромное количество органов проверять валидность информации и верификацию. Конечно. Самое главное. Поэтому на сегодняшний момент мы это начали. Мы являемся первыми, кто сегодня в активной фазе гибридной войны не проиграл ее. Это надо четко признать. Мы сегодня молодцы. И благодаря Министерству информационной политики, и благодаря президенту, благодаря органам государственной власти, благодаря вам, журналистам, мы все не проиграли это. Ну и прокурору вам, я думаю, здесь тоже начнется сейчас новая волна. Я думаю, да. Нам главное, по пути, знаете, не рассориться. И мы должны дойти. Свобода это осознанная необходимость граждан подчинить свои личные интересы интересам государства. Боже, Владимир, прекрасно. Это даже не Плеханов, не Спиноза, а куда-то еще. Владимир Липкан. Вот это определение. Но спасибо, наверное, над этим нужно думать. И мы прощаемся с вами ненадолго. Надеюсь продолжить. И у нас был в гостях Владимир Липкан, доктор юридических наук.